Итак, информационное агентство «Хакасия» продолжает рассказывать своим читателям и зрителям, слушателям о людях, которые изменили нашу республику на протяжении многих десятков лет. И сегодня речь пойдет о человеке, который существенно изменил Хакасию, один из его населенных пунктов, о Владимире Георгиевиче Сорокине. В ближайшие выходные, если не ошибаюсь, 19 июля, ему исполнилось бы 70 лет. У нас в гостях его сын Александр. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, каким вы помните отца из своего детства? Он был все время занят, работает, мы знаем его биографию, или все-таки он приходил, как-то играл с вами, какие игрушки он вам дарил, какие слова говорил? Вот об этом, пожалуйста. Из своего детства, помню, отца действительно он был всегда занят, постоянно на работе, на работе. Но когда он освобождался, когда мог уделить время семье, особенно нам детям, кроме сына, у него еще была и дочь, я помню, что для нас это был яркий и запоминающийся праздник. Любили мы с отцом ездить на рыбалку, особенно любили ездить по грибам, вот эти, скажем так, самые яркие впечатления. И особенно, конечно, мы любили, отец очень часто ездил в командировки, конечно, он обязательно для меня, для дочери привозил какой-либо подарок. Мы были очень рады его появлению в командировке. То есть, с одной стороны, конечно, мы скучали о нем очень сильно, а с другой стороны, он всегда умел преподнести радость при возвращении из командировок. Самая памятная игрушка, которую он вам подарил публике? Не могу сейчас конкретно вспомнить. Я знаю, что это были игрушки такие нужные, ну и самое главное, что это был именно подарок от родного отца. Вы ездили на рыбалку, он показывал вам, как правильно убить рыбу, как правильно варить уху. Я о чем хочу спросить? У него были какие-то свои фирменные выражения, какие-то слова, какие-то фразы, которые вы запомнили потом на всю жизнь? Ну, мой отец был очень энергичный человек. Если по рыбалке, то это было село Таштыб, река Таштыб. Мы ловили рыбу бреднем. То есть, это был в какой-то степени тяжелый физический труд. Для меня, для маленького пацаненка, это было очень интересно и очень увлекательно. Поэтому, по большому счету, это было энергичное в какой-то степени действие, которое запомнилось очень ярко. Каждый человек в своей жизни обязательно помнит, как мать или отец в детстве спасли его от неминуемой гибели или от какой-то опасности. Какой-нибудь подобный случай вы можете вспомнить? Таких случаев не было, но я хочу сказать немножечко другой пример. Был период, когда мне отец очень сильно оказал поддержку по окончании моей школы. И, скажем так, направил меня в нужном направлении. Благодаря его поддержке я закончил институт. И, как говорится, потом уже начинал свою трудовую деятельность. Кстати, отец всегда гордился тем, что у него первая запись в трудовой книжке была «Плотник-бетончик». У меня тоже первая запись в трудовой книжке «Плотник-бетончик». И для него этот факт был очень важен, и он этим гордился. И я тем же самым фактом горжусь. Он это считал началом, очень хорошим началом трудовой деятельности, с чем я действительно согласен. Главное, чему вас научил ваш отец? Отец меня научил самое главное, о чем я вам говорил. О том, что «Александр, будь ответственным к тому, что ты делаешь». Как он вас ругал? За что-то? За что? Отец мой был очень строгим и очень требовательным человеком. Он очень ругал за то, что за неопрятный внешний вид очень сильно попадало. За то, что не сдержал слова, тоже очень сильно попадало. И по большому счету, он мне всегда хотел привить настоящие мужские качества. А он, отец, был у меня настоящим лидером. И поэтому вот эти вот лидерские качества, действительно, он хотел, чтобы они тоже проявлялись в его детях. Кого из вас он любил больше, вас или вашу сестру? Я не могу выделить, кого бы он больше любил, потому что меня он любил как мальчика, а сестру любил как девочку. Ну, как тут можно разъединить? Он нас любил обоих одинаково, но к девочкам один подход, к мальчикам немножечко другой подход. Может быть так. Когда-нибудь в своей жизни Владимир Георгиевич жаловался вам на что-то, когда вы уже повзрослели? Он мог прийти и сказать, ну, условно, не поплакаться в жгетах, а сказать, Саша, вот мне очень тяжело по поводу этого, по поводу этого. Или все-таки он избавлял вас от своих проблем? Никогда не говорил о них? В большей степени, конечно, избавлял от этих проблем, но учитывая то, что мой отец был очень общественно значенным человеком, он всегда работал на публичных должностях, конечно, его очень сильно беспокоила ситуация, которая складывается в нашей стране. Это текущая экономическая ситуация, это решение каких-либо проблем, вот в этом плане. Что он любил есть, что он любил пить, как он любил отдыхать, мы в этом знаем, рыбалка, тихая, спокойная, хотя с бреднем особенно непоспокойнее порыбачишь. Его основные какие-то предпочтения просто интересны как человеку? Ну, мой отец был очень компанейский человек, он очень любил компанию, я знаю о том, что собирались часто с друзьями, где, безусловно, он был лидером в любой компании, а относительно того, что он предпочтение, ну, это в основном были шашлык, мясные блюда. Любимая песня? Наверное, песня «Бьется в тесной печурке огонь», потому что это любимая песня его отца, и она так передавалась из поколения в поколение. Его отец воевал? Да, воевал, он участник Великой Отечественной войны. Ваш отец дважды руководил Черногорском. Скажите мне, пожалуйста, что-то серьезное, я уверен, наверное, сделал для этого города? Ну, разумеется. Что? Первое, о чем мой отец говорил, и чем он гордился, это то, что он на первом уровне поддерживал благоустройство города. Чистота, скошенная трава. Из-за порядок в городе он всегда спрашивал за юридических лиц, с владельцев магазинов в том числе. Для него это было благоустройство, и чистота в городе, для него это было очень важно. И еще я очень знаю о том, что это мнение других людей. Владимир Георгиевич, как талантливый организатор, умел организовать людей, очень жестко и строго спрашивался о своих подчиненных. И об этом можно сказать, что даже ходили легенды о том, что вот есть школа руководства Сорокина Владимира Георгиевича, которая выдавала результаты. До конца своего второго срока он не доработал. Ушел по состоянию здоровья в связи с начавшейся болезнью. То есть я понимаю, что за власть он, собственно, не цеплялся. Он тяжело переживал эту преждевременную отставку свою добровольную? Разумеется, он тяжело переживал, потому что были очень большие планы, но болезнь, которая его настигла неожиданно в конце 2009 года, конечно, перечеркнула очень многие его планы. В течение года Владимир Георгиевич очень надеялся, что он все-таки вернется в строй, но потом он уже с этим смирился, болезнь все-таки победила. Вы помните последние слова, которые он вам сказал? Будь честным и мужественным. Когда вам его очень не хватает и когда вы мысленно обращаетесь к нему, что вы ему говорите? Я ему говорю о том, что, если можешь, подскажи мне что-нибудь, чтобы я не ошибился при принятии какого-либо важного решения. Привычайно. Спасибо вам за этот разговор. Мы обязательно вспомним Владимира Георгиевича добрым словом. У нас в гостях был у вас сын Александр Владимирович Сорокин. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok